Продолжение следует... Главными спикерами были Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям, Евгений Князев, ректор Театрального Щукинского института, Галина Маланичева, член Общественной палаты Московской области, и Оксана Артюхина, победительница премии 2018 года. Журналисты могли задать интересующие вопросы каждому из членов совета. С чем связано уменьшение количества номинаций в этом году? Мы специально ничего не делаем для того, чтобы мы специально что-то уменьшили. На протяжении шести лет губернаторская премия совершенствовалась. В этом году тоже произошли небольшие изменения. Количество номинаций в этот раз всего четыре. Экология, прорыв, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность. Творчество и духовное наследие. Пожалуйста, сюда входит и творческое самонарожение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного библиотечного дела, историческое книг, сохранение объектов культурного наследия. Много вопросов было задано в адрес Оксаны Артюхиной, которая, в свою очередь, поделилась опытом участия в премии, рассказала об авторском проекте «Супермамочки Одинцовой» и дала нужные советы для начинающих. Для подачи заявок на участие в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» выделено два месяца. Уже 12 августа состоятся традиционные презентации проектов, с сентября по октябрь будет происходить их оценивание экспертным советом, а в ноябре – торжественное награждение победителей.